Церковь Христос воскрес! Слава нашему Господу! Мы еще будем так приветствоваться до 9 мая. А в день победы, когда наш Господь победил и отправился, вознесся на небеса, тогда мы уже будем говорить приветствую Господню, шалом, мир вам, другие вариации. Сегодня у нас пост, молитва, тему вы видели в Вайбере, тему вы видите сейчас. И мы перед тем, как вместе помолиться, мы порассуждаем над этими темами. Вчера у нас было прекрасное общение с братьями и молитва. Много мыслей, рассуждений. Было интересно и полезно послушать старших братьев, как они воспитывали детей, воспитывают еще сегодня, как они общаются или участвуют в жизни внуков. Также и братья помоложе делились наблюдениями за нашими детьми и в конце мы молились. Поэтому это действительно благословенное время и мы сейчас немножко с вами порассуждаем над этими темами. Итак, в этой теме семья, то, о чем мы сегодня постимся, молимся и даст Бог на протяжении мая будем молиться. Первый подпункт – это муж и жена. То есть мы молимся о том, чтобы Господь посылал любовь и уважение внутри семьи, между мужем и женой. И также в тех семьях, где это уже действует, годы, может быть, у кого-то больше, у кого-то меньше, оно есть, чтобы Господь это подкреплял, чтобы мы не ослабевали, чтобы мы не отходили в сторону, чтобы мы не забывали истины, которые Бог говорит в Писании. И, кстати, если вот мы успеем еще по Тимофею чуть-чуть пройтись, то мы посмотрим, что Павел говорит о напоминании, нужно напоминать. Поэтому, что бы мы ни знали, как бы мы хорошо ни помнили, нужно напоминать нам из Слова Божьего, как нужно жить. Поэтому для начала мы прочитаем послание Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Вся эта глава, начиная с 22 стиха, очень много говорится об отношении мужа и жены, как Христа, с церковью. Мы прочитаем вот последний текст из этой главы, это 33 стих. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». То есть первое – это чтобы мужья любили своих жен. Ну, интересно, Павел пишет, муж – люби жену, жена – бойся мужа. То есть жене не нужно любить мужа или как? Но мы всем нуждаемся в любви. Абсолютно каждое живое создание на планете Земля нуждается в любви. Даже животные, даже растения. То есть если не заботиться, если не опекаться ими или любым другим живым существом, и особенно человеком, то человек или те же растения, животные просто погибает. Поэтому любовь нужна каждому, точно так же и мужьям. Но Павел показывает приоритетность, он показывает на те, возможно, какие-то ошибки или, возможно, какое-то, знаете, недо, недомогание в чем-то, то есть недовыполнение. Потому что в то время, и мы уже об этом не раз говорили, и когда мы проходили послание к Ефесиным, и когда Первое Тимофею проходили, мы уже напоминали о том, что в те времена к жене было отношение как у евреев, так и у греков, у римлян. Хотя у римлян уже со временем начало чуть-чуть меняться, хотя много еще оставалось из того же древнего отношения. То есть женщина, она не считалась как личность, которая имеет право голоса в семье и особенно где-то в обществе. Такой был тогда порядок. И даже когда человек где-то переезжал или он куда-то вступал в какую-то должность, и нужно было узнать, какое его имущество, состояние, и вот записывались там три ковра, два стула, коза, овца, жена, седло и так дальше. То есть даже так было, что жен записывали просто в ряд с имуществом. Поэтому и отношение у мужей было такое. Ну, жена. Тем более, что мы знаем, что в те времена те, кто побогаче были, они могли позволить себе и не одну жену. Поэтому и отношение такое было. И вот эти люди, они приходят в церковь, становятся христианами, теперь должны светить в этом мире, показывать те же качества, которые Христос показал. Поэтому мы и называемся христиане. То есть мы подражаем Христу. Наша задача быть похожим, как Он. И Павел им пишет. Братья, мужья, ваша задача так любить жену, как Иисус Христос полюбил церковь. А как Он это сделал? И Он это ей пишет. Он говорит, отдал себя за нее. Вот такая сильная любовь. Не то, что я завтра другую возьму. А Он говорит, вот так вот. Вы христиане сегодня. Вы живете по-новому. Поэтому в этом была проблема. И поэтому Павел и пишет. Мужья, вы должны любить своих жен. Жене это необходимо. Ну, это каждому необходимо. Но вот у вас в этом проблема. Вы этого не выполняете. Дальше. К жене говорится. Жена да боится мужа. Мы вчера вот с братьями сидели. Братья сразу разные переводы. Кто откуда, кто чего. И в разных переводах, те, которые уже более современные, там говорится, пускай уважает, почитает. Но в греческом тексте все-таки стоит слово фобио. То есть страх, боязнь. Хотя параллельный текст. Тут уже отсылка идет на другие тоже послания. Он все-таки показывает вот это вот почтение большое. Но и страх тоже есть. И вот мы вчера разбирали, вот и как мы этот текст можем применить сегодня. Потому что в те времена жены, которые чувствовали, что вот их так вот не ценят, не уважают. Многие смирялись, потому что не было возможности абсолютно ничего делать. Потому что в те времена женщина, или сначала девушка, потом женщина, она зависела от мужчины. То есть вначале это отец. Если она вышла замуж, дальше это муж. Если она не вышла замуж, либо муж ее оставил, были разные ситуации, она опять шла под заботу отца, под ответственность отца. Как я уже сказал, когда вышла замуж, ответственность за нее нес муж. Дальше, когда она уже в возрасте, муж умирал, становилась вдовой. Ответственность за нее несли дети и внуки. И когда уже была создана церковь, и у тех женщин, которые уже всех потеряли, а дети о них не заботятся, либо у них нет детей, то задача была церкви и теперь заботиться о таких вдовах. Но у кого есть дети, внуки, вот те должны заботиться. Об этом Павел и говорит уже в первом послании к Тимофею. Мы читали об этом. Так вот, здесь и Павел говорит о том, что были такие женщины, которые, видя эту ситуацию, как я уже сказал, многие просто смирялись, потому что ты не выживешь без мужчины. А были те, которые, как сегодня это называется феминизм, если вы помните, на вопросах-ответах я немножко об этом говорил, что еще в IV веке до рождения Иисуса Христа, то есть за 400 лет почти до рождения Иисуса Христа уже были такие противоборствующие женщины, которые стриглись коротко, которые одевались в одежду, в которой они были похожи на мужчин, чтобы иметь те же права, как мужчины и так дальше. Поэтому было какое-то противоборство. И Павел говорит, нет, смотрите, есть принцип. Христос полюбил церковь и отдал себя за нее. Поэтому, мужья, вы должны любить жен. Но, жены, вы должны подчиняться мужу, потому что есть порядок. И хотя и в других текстах Павел говорит о том, что, и Павел, и Петр говорит о том, что жена, она соннаследница. То есть перед Богом мы одинаковые. Павел в другом тексте говорит, уже нет ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного. То есть все перед Богом, это каждая индивидуальная личность, которая будет отвечать перед ним, либо будет получать награды, если окажется верным. Поэтому в этом плане Бог говорит, каждый личность, каждый должен духовно развиваться. Мы сейчас об этом чуть дальше поговорим. Но есть порядок. Как в государстве есть начальство, которому мы должны покоряться, как на работе есть тоже начальство определенное, или владельцы компании и так дальше, мы должны им подчиняться. Как для рабов есть господа, которым нужно было подчиняться. Так говорит, и в семье есть порядок. Муж – глава семьи. Муж несет ответственность за всю свою семью. И поэтому жена, она должна покоряться. Хотя перед Богом она равна в духовном плане, но чтобы выполнить Слово Божье, она должна покоряться. И мы читаем в другом тексте, говорится о том, что вот как Сара. Сара, она даже называла Авраама господином. И потом говорит, а вы дети ее. То есть другими словами, что и потомство ее. Другими словами, что вот это отношение Сары к Аврааму, такого почтения, о господин мой, оно передавалось из поколения в поколение. Вот настолько сильное было это влияние самой Сары. Вот как она учила, ну как она действовала. И это должно было передаваться. И вот уже и апостол говорит, и до наших дней, говорит, вы потомство Сары. Поэтому вы тоже должны это делать. И вот мы видим, что, вот почему Павел и говорит. Поэтому как бы вывод из этого, чтобы жена боялась не подчиняться, не покоряться мужу, потому что это Божье повеление. Поэтому мы и будем с вами молиться о том, чтобы в семьях наших была любовь, чтобы в семьях наших было уважение и порядок Божий. Вот это почтение. Дальше второй текст. Это у нас Колоссянам 3.20.21. Кстати, вот эти все тексты, вот если смотреть Колоссянам, Ефесянам, Филиппийцам, они перекликаются. Написал это все один и тот же апостол Павел. И там эти темы перекликаются. Ну просто я вот так вот выбрал для самых ярких сравнений. Поэтому считаем с вами Колоссянам. 3.20. Колоссянам 3.20. И 21. Написано так. Давайте даже с 18, чтобы мы, скажем так, перешли с одной темы на другую. «Жены, повинуйтесь мужьям своим». Тут уже повиновение, а не страх. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». И дальше. Теперь уже вторая наша подтема. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». 21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Первая тема – это чтобы дети были послушны родителям. Мы будем в этом молиться. Дети, будьте послушны родителям. Дети напоминают о себе как раз в теме. Вот, все по теме. Мы живем, особенно вот Америка, Европа. Это те страны, где дети у них, скажем так, воспитываются в том, что вот они личности. Их даже, скажем так, принудительно учат тому, что они прям с детства могут на родителей в суд подавать, и им просто вот эту вот гадость, умы внедряют, что они сами должны подрасти и решить, какой у них гендер и тому подобное. Вот весь этот грех. Но суть в том, что вот у детей больше возможностей, больше способностей, вернее, больше выбора в какой-то степени. И дети часто могут делать что угодно. И если вот здесь в Америке что-то ребенку сказать, ну, не все слушают. Почему? Потому что вроде бы все поддерживают, что вот ребенка нужно так воспитывать. Нельзя ему ничего плохого сказать, нельзя его обижать. И завтра к психологу побежит, послезавтра на тебя в суд подать. Потом приедут какие-то службы, ребенка могут забрать и так дальше. Поэтому вроде бы сложно в этом плане. Но если семья воспитывается на основании Слова Божьего, и дети воспитываются, впитывают эти принципы с детства, что нужно быть послушными родителям, как все мы должны быть послушны нашему Господу, то тогда будет порядок. И вот, но есть одно дополнение. Здесь мы прочитали с вами, дети, будьте послушны родителям во всем. Но когда мы читаем Ефесянам, то мы видим, Павел говорит, во всем что угодно Господу. То есть мы понимаем, что есть семьи, где кто-то из родителей неверующий, и могут заставлять делать какие-то неправильные вещи. Могут посылать в магазин за алкоголем, за сигаретами, могут учить включать не то, что надо видео. Вот сейчас много есть видео, где маленький ребенок там что-то как скажет в три этажа, и родители, ха-ха-ха, как весело, смотрите, как весело наш ребенок разговаривает. А потом через лет 15 этот ребенок избивает своих родителей. Они уже там не смеются. Так вот, суть в том, что нужно быть послушным родителям в Господе. И вот мы будем с вами молиться о том, чтобы дети наши, они действительно слушали родителей, но чтобы родители жили по Писанию. А те дети, подростки, молодежь, у которых кто-то из родителей неверующий, и часто их побуждают делать плохие дела, греховные, чтобы Господь помогал этим детям, давал им мудрости, как этого избегать, чтобы и родители через них, через детей могли прийти к Богу, но и в то же время, чтобы не делался грех. И вторая часть, 21 стих. Отцы, не раздражайте детей ваших. Вчера мы тоже с братьями много текстов, много примеров, вернее, называли, как можно раздражать детей. Можно раздражать своим поведением, в церкви или перед людьми мы одни, дома мы другие. Можно раздражать тем, что пообещал, но не исполняешь. И говорили даже о том, что в некоторых ситуациях можно даже святым, то есть Библией или молитвой, раздражать детей. Если их к этому насильно побуждать, ну не побуждать даже, заставлять, так ты должен, должен, должен. Тут вот как раз таки мудрость у родителей должна быть, и мы об этом и молимся, чтобы делать это правильно, чтобы прививать. Не насильно заставлять, а прививать с любовью, и чтобы детям это нравилось. Вот, поэтому будем и об этом молиться. Третья наша тема, это духовный рост мужа и жены, по-моему, а, вот есть, филиппийцам, 1, 9, 11. Написано так. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью». Здесь Павел обращается ко всей церкви, вот, но так как и муж, и жена – это церковь, тоже, это верующие люди, то очень важно, Павел говорит, каждому верующему возрастать духовно, познавать, что есть лучшее, познавать самого Бога. Иоанна, 17 глава, это молитва Иисуса Христа, где он молится, он говорит, чтобы люди знали тебя, потому что это есть жизнь вечная, это дознают тебя единого, то есть познание Бога – это вечная жизнь, и в вечной жизни мы будем еще больше познавать Бога. Здесь мы там задаем вопросы, «А почему Бог допустил это? А почему Бог создал вот так?» Много вопросов. И Библия нам на что-то отвечает, но не на все, не на все наши пытливые вопросы мы сейчас имеем ответ, потому что, ну, Бог не все нам открыл сейчас. Но в вечности Бог нам будет еще больше раскрываться, то есть мы на протяжении вечности будем познавать Бога. Поэтому и Павел говорит, что задача каждого, как и мужа, так и жены, каждого верующего человека – это познавать, что есть лучшее, этого держаться и приносить плод. Поэтому задача и нас, вот мы о чем и будем тоже молиться, о том, чтобы как муж, так и равносильно и жена духовно развивались. Это личное общение с Богом через чтение Писания, через молитву, через рассматривание природы, через какие-то ситуации нашей жизни, где мы видим, как Бог действовал. Мы там ожидали одного, Он дал другое, вот, еще лучше, чем мы могли даже себе представить. Либо наоборот, мы ожидали наказания от Него за наш грех, а Он продолжает нас миловать. Вот так Бог нам открывается, мы видим Его характер. Поэтому тоже и об этом будем молиться. Помимо отношения муж-жена, любовь, уважение, чтобы еще так же мы занимались тем, чтобы духовно росли. Как муж, так и равносильно жена. Нужно духовное возрастание. И четвертый подпункт – это библейское воспитание детей. Это у нас Ефесянам 6,4. Написано так. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Об этом тоже мы будем молиться. О раздражении мы уже поговорили. А именно воспитание в учении и наставлении Господнем. Наставление Господнее – это и есть Слово Божие. Это то, что Он оставил, это то, которое касается наших сердец, которое меняет нашу жизнь. Это то, что мы читаем ежедневно для того, чтобы меняться и становиться все больше и больше похожим на Иисуса Христа. Так вот, Он и говорит, детей вы тоже в этом учении учите. Воспитывайте в этом учении. Это очень важно. Помимо того, чтобы просто говорить детям, вот, ну, нужно быть добрыми, не обижайте, там, птичку, не бросайте камень, ну, там, в школе никого не обижайте, не списывайте, никому больно не делайте, не обманывайте, вот такие жизненные моменты. Помимо этого, мы должны еще им передавать истины Божьи. Важные истины, чтобы они духовно понимали, что Бог святой, Бог ненавидит грех. То есть, если даже родителей нет. Часто дети так воспитываются, вот, пока родители рядом, либо вот, чтобы родители не увидели, либо наоборот, вся надежда только на родителей. Но родители не могут всегда быть с детьми, особенно, когда они подрастают и расходятся. Чем старше, тем дальше они отходят по сторонам, в разных местах, в школах, где-то в парках, ну, в разных местах. Поэтому детей мы, помимо правил жизни, помимо даже нашего примера, это очень важно, это должно быть, мы должны еще им истину учить, что Господь, как я сказал, уже и свят, значит, пока нет родителей, Бог видит, Он вездесущий, Он все видящий, поэтому Он видит, что ты будешь делать. Дальше, Бог всесильный. Если мама и папа не могут решить твою проблему, либо здесь они решили, но завтра ты будешь в какой-то ситуации, где нет родителей рядом, то не опускай руки, потому что мама и папа это только, скажем так, временные посредники, а ты надейся на Бога. Поэтому нужно их учить этому, чтобы они в отсутствии родителей знали, что я могу помолиться, я могу попросить Бога, и даже если этого не делаю, но я люблю Его, то Он все равно меня защищает, все время охраняет, Он благословляет. Вот нужно иметь вот такое обучение для них. И дальше, чем старше они, конечно, становятся, тем больше истин открывать о Духе Святом, о Сыне Божьем, о самом Боге. Почему? Потому что в этом мире, ну, хорошо сказать, вот эти хорошие, вот эти плохие. Ну, окей, даже те, которые хорошие, те, которые называются верующими, есть много-много лжеучений, мы об этом читаем в Писании. Еще Христос об этом говорил, что будут антихристы, дальше апостолы говорили, что будут и антихристы, и лжеучители, которые будут находиться среди вас, которые похожи на вас, которые говорят почти как вы, но в этом и суть, что они вот почти-почти, но уводят в сторону. Поэтому тоже очень важно понимать, что и детей могут соблазнить другие так называемые верующие, которые могут сказать, у вас неправильно, вы неправильно, поэтому нужно им и основы давать, именно богословские основы, по чуть-чуть, по мере их развития. Вот поэтому очень важно библейское воспитание. И последний наш пункт, и мы будем молиться о наших крещаемых в церкви. Если Бог позволит, 2 июня у нас будет крещение. На сегодняшний день в группе 25 человек. Надеюсь, что все пройдут. Будем молиться о них, потому что мы тоже вчера с братьями об этом рассуждали. Верующим, скажем так, детям, которые выросли в христианских семьях, иногда тяжело понять, когда у них произошло покаяние, было ли это покаяние. Не всегда просто даже молитва, выйти спереди, помолиться, не всегда это является перерождением. Я уже вчера тоже рассказывал, свидетельствовал о себе, что я вышел на покаяние в 13 лет, хотя уже проповедь говорил с 12 лет, но на покаяние вышел в 13. Но какую-то внутреннюю силу, какое-то изменение в моей жизни я почувствовал еще через 2 года, в 15 лет. Вот реально уже в 15 лет, я как сейчас помню эти ощущения, я почувствовал, что я другой какой-то. Я не знаю, что-то внутри есть какая-то особая сила, которая... То есть я отличаюсь, внутри я отличаюсь от того, который был недавно, раньше. Поэтому не всегда даже выход на молитву является искренним покаянием. Иногда это бывает эмоционально, иногда это бывает как-то за компанию, иногда это бывает, ну, чтобы в компании не быть белой вороной. Ну, разные могут быть причины. Я не говорю, что это всегда так. Многие случаи это действительно искреннее покаяние, идет перемена, человек становится новым человеком в любом возрасте, неважно даже в каком возрасте. Но бывает и такое. Поэтому я говорю, чтобы мы молились о наших крещаемых, которые сейчас проходят эти занятия, чтобы их покаяние было действительно искренним. И чтобы вот это желание принять крещение, то есть отождествить себя с Иисусом Христом, дать Ему эти обещания, что теперь мы вот и умираем, и воскресаем, и живем, и похоже становимся на Тебя, Господи, пока Ты даешь нам эту жизнь, чтобы это было действительно серьезным решением, это было искренним, и чтобы те духовные дары, которые им Господь даровал, чтобы они использовали для созидания церкви. Вот такие у нас молитвенные нужды. Еще раз напомню, отношения между мужем и женой, между родителями и детьми. Второе, или это уже третье, но как бы под пункт, духовный рост мужа и жены, отдельно даже каждого, потому что каждая личность, библейская, богословская, даже воспитание наших детей, и крещаемые нашей церкви. Давайте мы сейчас поделимся по небольшим группам, два, три, четыре человека, и помолимся за все эти нужды, и я в конце закончу. Давайте встанем, помолимся. Любящий Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты Творец неба и земли, и мы прославляем Тебя за это, за то, что нет другого имени под небом, которым хоть кто-то мог бы спастись, Господь, за то, что Ты есть Бог любви, и Ты эту любовь явил здесь, на земле, послав Своего Сына Единородного, чтобы каждый из нас мог жить. И мы благодарны Тебе за то, что Ты создал мужчину и женщину, Ты образовал семью, Ты дал повеление наполнять эту землю, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что и сегодня Ты создаешь семьи, Ты даешь свою любовь наши сердца Духом Твоим Святым. Поэтому, Господи, мы сегодня молимся, постимся, и, если Ты позволишь, на протяжении месяца будем продолжать молиться о том, чтобы все семьи нашей Церкви, Господи, чтобы во всех семьях была любовь между мужем и женой, Господи, чтобы было уважение, почитание друг друга, чтобы те семьи, которые живут в этой любви, они продолжали так жить, чтобы они развивались, Господь. Благослови всех нас. Но также Ты видишь эти семьи, у которых есть проблемы в отношениях, которые уже на грани развода, или те есть, которые уже развились. Господи, Ты даруй им покаяние перед Тобой, покаяние друг перед другом, даруй им эту любовь, почитание друг друга, Господь. Благослови нас, чтобы мы духовно все возрастали, и вместе мы росли духовно, читая Твое Слово, молясь Тебе, пребывая в общении с братьями, с сестрами, пребывая в труде на Ниве Твоей, Господи. Также мы благодарны Тебе за то, что Ты посылаешь и детей в наши семьи. Господь, Ты благослови наших детей, чтобы они возрастали духовно. Помоги нам, как родителям, не раздражать их, а прививать эту любовь через Твое Слово, через наше поведение, через наши привычки, которые основываются над Писанием, Господь. Благослови их в этом, но также помоги им, чтобы они духовно развивались, чтобы у них наступило время покаяния искреннего перед Тобой, чтобы они были верными Тебе до конца, чтобы были служителями на Ниве Твоей. Также благослови те семьи, у которых нет детей. Если есть на это Твоя воля и милость, Господь, пошли им, деток. Мы это доверяем в Твои руки. Мы благодарны Тебе также и за крещаемых, которые у нас есть. Ты видишь их желание стать членами Церкви, даровать, дать это обещание Тебе, чтобы служить, чтобы жить, чтобы иметь эту добрую совесть, которая основывается на Твоем Слове. Благослови их, чтобы это было искреннее желание, чтобы они были верными Тебе, чтобы они служили Тебе теми дарами, которые Ты даешь. Прошу, Господи, благослови всю нашу Церковь, а Тебе за все пускай будет вечная слава. Аминь. Аминь. Аминь.